Второй день фестиваля международного 16-го фестиваля практику киношколы Кинопроба. В общем, мы смотрим кино нон-стоп. Только что было якутское кино, потом грузинское кино, Ульрик Зайль. И завершаем программу мы сегодня. Названо мастер-класс. И я думаю, что частично что-то произойдет похожее. Одним словом, заявлено было такое название. Актер театра и кино, двоеточие, одно и то же. Юлия Ау, героиня сегодняшнего нашего вечера. Она же актриса, которая снималась в фильме «Интимные места». И продюсер этого фильма Юлия Мишкинини здесь. И с ее легкой руки фильм у нас. Да. Вот. Спасибо, Юлия. И для врачей можно садиться только для меня. Семен правильно сел. Практически. Одна и вторая Юлия. Юлия, я сразу даю микрофон. Юлия. Давай. Ещё раз спасибо, что вы приехали. Спасибо, что пригласили. Слушайте, у меня к вам предложение. Спускайтесь. Чего вы там забрались так высоко? Мы сейчас с вами будем разговаривать. Я хочу... Это заявлено как мастер-класс. Я хочу, соответственно, какую-то обратную связь. Идите сюда. Что вы туда забрались? Я живая. Я разговариваю. Я буду вам задавать вопросы. Вы отвечать будете. Это не будет лекция. Давайте мы посмотрим. Так, а потом пересадим. Что вы посмотрите? Если будет не больно, а не... Что вы посмотрите? Фильм. Нет, мы сначала поговорим, а потом вы посмотрите фильм. Вот. Поэтому потом вы можете туда перебраться. Мы сначала с вами поговорим, а потом вы посмотрите фильм. Ну, в общем, кто не хочет, ладно, оставайтесь там. Не заставляю. Хотя, конечно, приятнее, когда люди ближе. Смотрите. Актёр, театр и кино. Но одно это и то же или нет. Вот как вы считаете? Нет. Всё разное. Кто сказал? Можете обосновать, почему всё разное? Вот всё разное. Перед камерой человек абсолютно по-другому сидит. Стоп. Что такое абсолютно по-другому? Нет, это ваше восприятие. Актёр, театр и кино. Что значит всё разное? Можно простой пример? Ну? Вот из этой же серии. Когда Джигарханян отказался от работы в театре, ну, мы его спросили как-то тоже вот так при встрече, что, дескать, а как же так? Вы же вот живой. Он говорит, мне уже здоровье не позволяет. И я понимаю, что когда я живьём выхожу, я действую совершенно по-другому. В кадре, в кино можно переснять. Есть дубль. Поэтому он говорит, я останусь вот так. Вот я вам слова Меджигарханяна Юлия скажу. Ровно о том, что всё разное. Скорее всего, способ существования артиста на сцене и с камерой, когда партнёр камеры, об этом многие говорят, актёры театрами, как им сложно работать в кино. Очень многие эти высказывания существуют, потому что в театре есть процесс огромный, да, начиная от чьих, не с этого. Это не реальный процесс. И проживание в течение всего спектакля. Роль во времени. Театральные актёры говорят, что им... Ну, вы очень опытная актриса уже. А те, кто начинают, к примеру, и не могут к этому приводить, что могут снимать финал, да, на финальную сцену фильма в начале и так далее. Это всё разбросано. А можно мы закроем там дверь? Потому что ужасно мешает. Извините, ради бога, вы очень интересно говорите, а здесь не закрывается, да? Закроем, закроем театрами. Вот. Потому что там просто это мешает. Вы очень интересно говорите, извините, что вас прервала, просто я слышу гул, и я начинаю немножко отвлекаться. Я ссылаюсь, поскольку я именно театром занимаюсь, я ссылаюсь на опыт и наших актёров театральных, да, нашего города, и московских, ну, с многими связями. Вот они говорят о коренном развитии. Хотя вы можете сказать, что актёр, он о том и актёр, если он профессионал, он может работать и там, и там. Главное, хороший актёр, у которого есть харизма и умение работать и так, и так. Ну, у вас есть, я понимаю, определённое суждение. Нет, вы всё говорите очень правильно. Мне очень важно вас услышать. Это не то, что я хочу кого-то опровергнуть или ещё. Мне просто интересно услышать, насколько подготовлена аудитория, с которой я сейчас буду разговаривать. Можно я спросить? Да. Актёр театра на сцене чувствует обратную связь. А давайте вы будете брать микрофон, и то, чтобы все слышали. Актёр театра на сцене чувствует обратную связь от зрителей, и, соответственно, он может подстраиваться. А в кинем-то, как он её не видит, он видит уже, когда тёпло пишем, кто-то обнадь её. Я могу без микрофона, если громко? Это разные круги внимания, в первую очередь. То есть, когда актёр играет на сцене, у него большой круг внимания, то есть ему нужно, чтобы его слышал каждый зритель. Когда он находится перед камерой, то есть ему нужно работать непосредственно на камеру и взаимодействовать с партнёром. Просто у нас была такая практика, мы из Челябинска, из Крайнецкой культуры, сами снимали фильмы. И, к сожалению, у нас нет актёров, которые учатся именно для кино, но есть актёры, которые учатся для театра. Мы их приглашаем к себе в учебные работы и сталкиваемся с той проблемой, что называется так называемая театральщина. То есть, они перед камерой всё равно начинают очень сильно играть эмоции, иногда даже громче, чем это требуется. Их как бы успокаивать, говорить, нет, здесь не нужно свой пыл иметь. Вот, это первое. И второе, сейчас если вспомню, о чём я ещё хотела сказать. В общем, это основная проблема. Если вспомню, потом ещё добавлю. Мне кажется, что актёр, который будет усилить камерой, его более тонкие эмоции, это то, о чём вы сказали только что, и у него есть возможность повторить. А в театре всё происходит в моменте, прямо сейчас, и это совсем другая история, совсем другая атмосфера. В этом я сейчас. Я бы сказал, что и в кино, и в театре можно существовать более документально или более эксцентрично, просто у нас в кино есть некоторые приёмные, типа крупного плана, которые нам подчеркнут эмоции в театре, их нет, и нужно, чтобы с последнего ряда всё было видно. Но при этом само-то существование, его правдивость, оно должно быть такого же градуса, наверное. Поэтому я-то думаю, что актёр-то хороший, он и в кино, и в театре может играть одинаково сильно, но понятно, что в кино у тебя там надо быстрее включиться в эпизод, мотор, поехали, а в театре ты вот, в принципе, у тебя есть весь спектакль, и ты в нём живёшь, и можешь как-то включаться всё сильнее и сильнее, там разложиться. Ну, в общем, есть какие-то особенности именно метода съёмки или постановки, но актёр-то настоящий, он бы вроде бы и там, и там должен успешно существовать. Можно я просто в продолжение? Конечно. Вы говорите о большом зале, скорее всего, когда вот надо докричаться, но в театре, слава богу, есть и малые сцены, и там крупные планы абсолютно точно существуют. И там совершенно тоже другой способ существования, когда всего тебя видно. Другой разговор, что там невозможно приблизить глаза, которыми можно сыграть целый эпизод. Так, но крупный план всё-таки в театре существует. Но сейчас в каждом втором спектакле будут экраны, камеры, и они будут это всё делать, поэтому как бы это сужается. Нет, я не говорю про медиа, которые используются. Смотрите, какая штука. Вот все, кто высказался, все правы и все неправы. Знаете, почему? Почему? Расскажу вам. Да. Потому что для того и существует реагерство там и здесь, чтобы вот этого актёра держать вот так, а не так. Тоже правы и тоже неправы. Вот. Смотрите, какая штука. Вот правда. Все, кто высказались, высказались относительно основных различий, способов существования актёров в театре, актёров в кино, всё верно. У актёров в кино, помимо партнёра, всегда есть партнёр-камера. Безусловно. У актёра кино всегда есть выразительное, такое выразительное средство, как крупный и суперкрупный план. Безусловно. Безусловно. Но театр... Да, и естественно, актёра должно быть слышно, да, театрального. Но сейчас и театр, и кино оснащены так, что эти границы стираются. В театре появился не просто крупный план, появился суперкрупный план. Появились возможности мультимедиа. То есть, я, например, в 2015 году видела спектакль Остермайера «Ричард III», где на протяжении всего спектакля, вообще всего спектакля, у актёра приделана камера, на голове специальное крепление, такой механизм, который держит камеру. И актёр работает и на постоянный крупный план, который всегда с ним, и на зал, который находится в удалении от него. то же самое со звуком. Вот я, например, играю в «Гоголь-центре». У нас практически ни один спектакль, даже на малой сцене, не обходится без гарнитур, без микрофонов. потому что Кирилл Серебренников режиссёр, который требует документальности существования даже на большой сцене. Добиться её можно, не форсируя голос, потому что, как только мы начинаем форсировать голос, мы можем быть документальны, но мы должны взять в обстоятельства, что я должна быть услышана вот на самом последнем ряду. Правильно? Но это тогда должно быть такое обстоятельство всё время, чтобы актёр вот так звучало. Кроме всего прочего, должна быть хорошая акустика в зале. Далеко не все залы оснащены такой хорошей акустикой. И подобная театральная подача голоса всегда меняет способ существования, который перестаёт быть документальным, если в обстоятельствах на сцене действие происходит в какой-нибудь маленькой комнате. Чтобы добиться документальности, нужно повесить актёру в гарнитуру. Мы можем добиться даже суперкрупного плана, потому что можно увеличить вплоть до глаза. Поэтому, по большому счёту, сейчас стираются законы. Сейчас, на самом деле, невероятно интересное время. Потому что, когда в театр пришёл способ существования новой драмы, так называемой, когда... Ну, кстати, это ещё и раньше пришло. Это ещё, начиная с современника, когда люди сели на сцене и стали спокойно разговаривать. А зритель приблизился к сцене вот так, что мы смогли видеть глаза зрителя. И когда ты находишься вот так перед зрителем, очень сложно врать, потому что ты видишь глаза. Поэтому, да, и то, о чём вы говорили, вот это вот актёрская подача, да, театрального актёра, так называемая игра для десятого ряда, всё время игра для десятого ряда, сейчас тоже уже не так нужна в театре. Самое главное, сейчас действительно такое время, которое вот оно стирает границы, стирает законы способов существования. Можно так, можно иначе, можно по-другому. То, что у нас появились высокотехнологичные мобильные телефоны, и это дало возможность снимать деньги, снимать кино не за большие деньги, а очень экономично добиваться очень хорошего изображения тоже изменило нас всех. Более того, непрофессиональный актёр в руках хорошего режиссёра может быть невероятно интересен в кино. А теперь он может быть также интересен в театре. При всём при том, что театр остаётся искусством условным, а кино достоверным, в первую очередь. Опять-таки, кино может быть недостоверным. Оно может быть каким угодно, но как основа. Кино искусство достоверное, и способ существования актёра достоверен. Театр искусства условное, и здесь всё зависит от жанра, от способа существования, от того, какой придумал режиссёр-актеру костыль, на который он может опереться. Кстати, у меня был период в жизни, когда я ушла из театра. И я не выходила на сцену в течение восьми лет. Вот вообще. То есть я сначала вообще ушла из актёрской профессии как таковой. То есть у меня была такая смена была векторов абицей, и я хотела в какой-то момент быть только режиссёром и ни в коем случае не заниматься актёрской профессией никак, нигде. Ни в кино, ни в театре. И в течение четырёх лет я не снималась в кино вообще, и в течение восьми лет я не выходила на сцену в театр. И первый театральный режиссёр, который меня вернула в сцену в театре, это был как раз Кирилл Серебренников. И спектакль «Идиоты» построен таким образом, что мы-то как раз все существуем очень кинематографично. Более того, у нас нет даже тех самых театральных мизансцен, которые предполагают зрительный зал и сцену. У нас бифронтальная рассадка. У нас сцена подиум, а с двух сторон зрительный зал. То есть мизансцены как таковой нету, её невозможно выстроить, потому что я не могу общаться только с одним человеком, потому что у меня там ещё 128 людей. И я соответственно перестаю думать о том, что я не поворачиваюсь спиной к зрительному залу. Я всё время поворачиваюсь или лицом, или спиной. Я вообще не могу стоять на месте, потому что у меня зрители и там, и там. Но у каждого актёра в спектакле «Идиоты» есть монолог, монолог персонажа. И я начала репетировать этот спектакль в тот момент, когда 8 лет мне выходило на сцену. И я поняла, что мной напрочь утерян навык взаимодействия с залом, если я без камеры. то есть я не держу внимания зала, если я без камеры. И для меня это было, но я не могу сказать, что для меня это было открытие. Я примерно себе предполагала, что так оно и будет. Но просто я поняла, что я не могу распределить энергию, я не могу распределить мысль, я не могу удержать внимание. И вот, на мой взгляд, единственная категория, которая сейчас безусловно отличает актера, который работает только в кино, и актера, который работает только в театре, это умение распределять свою энергию. Все остальное за счет взаимопроникновения технологий можно так или иначе компенсировать. А вот энергию актера, который стоит на сцене и который своей энергией готов взять любого человека из зала, задержать внимание и развиваться на протяжении всего спектакля, это, к сожалению, заменить ничем нельзя. Никакой технологии. И Кирилл Серебренников недаром гениальный режиссер, он это быстро очень понял и в моем монологе поставил передо мной камеру. И мой монолог транслируется на огромном экране. Я там срываю аплодисменты, все очень здорово, но я-то знаю, что это режиссерский костыль, который он мне выдал. Естественно, потом прошло время, потом я сыграла еще один спектакль, еще один спектакль, еще один спектакль, и этот навык вернулся. Но вот в тот момент, когда нужно было выпускать спектакль, я этим не владела. Вообще, на самом деле, прокачивается все. Если у человека есть способности, прокачивается абсолютно все, как в одну сторону, так и в другую сторону. Объяснить актеру, как работать с камерой, как существовать. Помимо того, что у тебя партнер-камера, ты же еще должен чувствовать цвет, понимать, что на общем плане ты можешь выразительно работать пластически и телесно, а на крупном плане ты себе этого уже позволить не можешь, потому что крупный план с точки зрения амплитуды движений очень скуп. И иногда просто перевод взгляда в сторону это колоссальное драматургическое изменение. Иногда даже не в сторону. Вот я стою на сцене, это невозможно показать, но я могу смотреть на объект, а я могу смотреть в себя. И это уже драматургическое изменение, которое видно на суперкрупном плане. Этому всему можно научиться. Этому всему этим всем можно овладеть. Самое главное, я очень хорошо помню, когда я только-только начинала учиться, в театральном институте говорили, что актеру не обязательно быть умным. Так вот, сейчас то самое время, когда на смену хорошо обученному актеру приходят актеры личности, которые значительно более интересны и на сцене, и в кадре, нежели просто хорошо обученные актеры. потому что тот опыт проживания переживания, тот опыт жизненной боли, который есть у человека, и которого не боится актер, потому что все, что мы имеем в жизни, мы так или иначе бросаем в топку тех ролей, которые мы создаем, благодаря этому и благодаря тому, что ты можешь все время постоянно учиться, нам становятся интересны актеры личности, про которых мы знаем, вот он интересен, помимо того, что он очень крутой актер, вот этим, или он интересен вот еще вот этим, или он интересен еще вот этим. спрашивайте.